Вставай, Гриша! 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 Светлана Владимировна, чем мы обязаны тому, что видим вас здесь сегодня на этом празднике? Во-первых, хорошая погода. А во-вторых, сегодня исполняется 45 лет лагерю, который посвятил детям свое большое... Все это... Не могу. Вырисли. Переговори. Сейчас, выключи, сейчас я сосредоточу. Во-первых, хорошая погода. А во-вторых, сегодня исполняется 45 лет оздоровительному лагерю «Восток-2». Мы давно мечтали для своего народного ансамбля заиметь базу отдыха, где вы могли не только отдыхать, но и работать. А непосредственное общение с детьми и вожатыми. Кстати, здесь работают всегда высококвалифицированные педагоги. И те, которые уже на протяжении многих лет ездят в этот лагерь, и новички, которые отрабатывают практику будущей педагоги. И вот, благодаря нашей администрации Дубровского сельского округа и управлению больниц имени Алексеева, у них нашлись взаиморасчеты, взаимовыручка, взаимоотношения, чтобы наши дети смогли отдыхать здесь в лагере. Я благодарю начальника, прежде всего, этого оздоровительного лагеря, который к нам прониклась не только любовью и уважением, но, мне кажется, и вообще нас теперь будет связывать долгая творческая и педагогическая дружба. И мы рады им сегодня в этот праздник помочь, потому что они готовят большую концертную программу, где мы примем участие. Насколько я знаю, вы не только сегодня принимаете участие в здешних мероприятиях, но и вообще у вас такая дружба взаимовыгодная, да? Да, мы в процессе года встречаемся с педагогами. Вот в том году мы познакомились с замдиректора Московской школы 523, где мы провели все новогодние мероприятия в городе Москве, и все-таки уже престиж нашего Дома культуры не только на нашем Подольском районе, но теперь и в столице. Я думаю, что и в этом году мы творчеством подружимся с Юго-Западным детским творческим центром, где мы также готовим концертную программу и развлекательные программы для детей и юношества. Так что мы хотим расширить наши границы не только Подольского района, но и Москвы, и Московской области. Хотим, чтобы нас везде знали. Ну и в заключении, что хотелось бы пожелать сегодня лагерю, юбиляру? Во-первых, жить, существовать, дарить детям отдых. И в какие бы условия наша страна не попадала, я думаю, что надо заботиться о будущем поколении. Надо его настолько любить, чтобы создавать вот этот прекрасный летний отдых. Да, готов? Работаем. Как тебя зовут? Аня. Аня, да? Ты давно здесь отдыхаешь? Второй год, третью смену. Нравится тебе здесь? Да. А чем ты занимаешься? Да, бездельем. Бездельем, что здесь не проходит никаких интересных... Проходят разные кружки, разные мероприятия, спортивные там. Ну будешь сюда вообще приезжать еще? Да. Ну мне 15 лет уже, мне последний год, следующий год и все. Жалко расставаться? Да. Ну просто так в гости будут приезжать. Спасибо. Ну и иди ты сюда. Как тебя зовут? Витя. Витя, давно отдыхаешь здесь? Да, 4 года. Ну и как здесь? Нравится тебе? Нормально, прикольно. А что тебе больше всего здесь нравится? Все. Все мне нравится. Ну а что там, что бы ты, мероприятия, там кружки или что именно? Ну все мне нравится, буквально уражаясь. Все. Спасибо, спасибо. Спасибо. Так, девчонки, ну подходите сюда. Можно? Давай с тобой познакомимся. Как тебя зовут? Катя. Катя, давно здесь отдыхаешь? Я 6 лет сюда ездию. 6 лет, и не надоело? Нет. А почему не надоело? Что тебе здесь нравится? А мне тут все нравится. Ну все, а что именно? Ну, весело. Весело, да? Ну а чем занимаешься тут вообще? Я тут отдыхаю. Просто отдыхаешь от всего. Отлично. А знаешь, что сегодня юбилей, да, 45 лет? А вот что-нибудь могла бы пожелать ты этому лагерю? Ну, я... Ну, чтобы еще он отметил еще свой юбилей 100 лет. Спасибо, спасибо. Ой, а это у нас кто такая? Это Лиза. Лиза, а что ты такая сегодня красивая? А я в муке играла. В муке играла? Ну и как? Вкусно. Вкусно. Мука вкусная или конфеты? И мука, и конфеты. Молодец. А давно здесь отдыхаешь? Да. Ну и как тебе здесь, нравится? Да, нравится. А что тебе больше всего нравится? В муке валяться? Угу. Молодец, спасибо. Пойдем. Молодец. 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 КОНЕЦ Вот это бы хотелось, чтобы вы показали. Вот это, может быть, тоже. Там вообще так не доделано, но это доделано. С большим удовольствием. Вы знаете, прямо, да, они знают, что в прошлом году давали работы для Ахты. Чужую работу, вы знаете, просто даже не видите. Не знаю, не знаю, не знаю, потому что мы все время здесь. Что, поехали? Ольга Владимировна, во-первых, хочется поздравить вас с юбилеем вашего лагеря, сегодняшним 45 лет, замечательная дата. Ну, насколько я знаю, вы сейчас являетесь директором, а вообще вас с этим лагерем связывают достаточно давние отношения. Можно рассказать про это? Ну, я выросла в этом лагере с 10 лет до, скажем, самого старшего возраста, когда была ребенком, и закончила уже ездить помощником воспитателя. И в 91-м году я приехала сюда первый раз воспитателем. Сначала от работы в 4 года воспитателем, потом 4 года завестителем директора по воспитательной работе, и уже второй год директором лагеря. Спасибо. Скажите, пожалуйста, ну, сейчас достаточно трудно, наверное, выживать, да, в современных условиях вот такому учреждению. Как вам удается все-таки? Значит, я вам хочу сказать, что Комитет здравоохранения города Москвы не оставляет нас без своей помощи, и несмотря на трудные времена вот сейчас вообще в стране, они нас финансируют практически по всем пунктам, так сказать, наших просьб, скажем так. Ну, как это надо? Ну, финансируют практически по всем вопросам, за исключением, там, денег на питание, зарплаты и так далее. Вся материальная часть именно на их деньги покупается. Ну, помимо материальных проблем, вообще, наверное, это достаточно сложное, да, дело работать с детьми, вот доставлять им удовольствие. Может быть, вы расскажете немножко о своем коллективе? Значит, на протяжении 4-х лет мы работаем с Московским педагогическим колледжем Миниушинского, который готовит профессиональных педагогов начальных классов и воспитателей дополнительного образования, и они нам как бы предоставляют педагогический отряд для работы в детском оздоровительном лагере. Мы очень довольны работой девочек. Они профессионально подготовлены практически для работы с детьми, а здесь они как бы добираются опыта, то, чего им не хватает, то, чего не может дать им теория. Спасибо. Ну и в заключении, сегодня праздник, и я думаю, что вы имеете полное право пожелать что-то своему же собственному лагерю. Ну, своему собственному лагерю? Мне, к сожалению, я поймала себя на мысль о том, что для меня это уже не романтика и не какие-то там, в общем-то, ну, как сказать, веселые дни. Для меня это уже работа. И единственное, что я могу сказать, пожелать своему собственному лагерю, это, конечно, построиться. Поскольку те помещения, которые у нас сейчас существуют, это в основном приспособленные помещения. Строительство. Если бы, конечно, у нас началось бы строительство хотя бы детских корпусов, то часть проблем уже была бы решена. На всем остальном мы совершенно спокойно проработали какое-то время. Спасибо, успехов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо кричите, нравится мне голосистые, молодцы. А ладошки вы всех имеете? Я вас почему на голосочек проверяла? Потому что я хочу вам несколько вопросов задать, я хочу ответы расслышать. Вы мне вот что скажите. Нас пригласите... А попробуйте вы вместе сказать. Умеете, ребята? Юбилей! 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 Вот, хорошо, расслышала. Юбилей. Отличный праздник. А сколько горьков-то стукнуло этому месту хорошему? 45! 45! 45! Замечательно! Нравится вам здесь, ребята? Да! Мне вам здесь очень нравится. У вас здесь... Да. Да, во всякие игры играли, да? Да. Да. Конечно, у нас ребята тренированные. Сейчас мы у моих спустянуемся. А еще разочек. Да! Вот это мне нравится. Где-то они умирно их покричат. Будь сюда придут, что они прячутся, правильно? Только давайте все вместе, чтобы дружно получалось. Давайте. 3-4. СКОМОРОКИ! Не услышат, ребята. Ну, не 3-4. Здравствуйте! 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 А мы шатались меж двор. Ага! Вот клейк. Ты, Иван! А ты кто, болван? Сам ты болван. Не грубите детику руку. А между прочим, отстилите сейчас в полицию. Меня в больницу? А ты что, ребят? Я здоровый, не хвораю! Да не в больницу, в полицию. Тебя нужно сдать. А вас прятаться учили? Вы ребят попросите, может они помогут спрятаться? Слушайте! Слушайте! При чем тут? Слушай! А ну-ка, попробуй! Тетка Мария, скажи про это! Танцуй! Танцуй! Замечательно! Очень много! Я не могу мне свои задачи! Пожалуйста! А ну-ка, попробуй! Используйся! Слушайте! Посты! Пошире! Пошире! Делайте пошире! КОНЕЦ 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 Детский лагерь... КОНЕЦ КОНЕЦ Тут уж веселье бьет ключом. Вот на таком замечательном веселом празднике мы предлагаем вам побывать вместе с нами. КОНЕЦ Детский лагерь это каждодневный праздник. Ну а если у лагеря еще и юбилей, то тут уж веселье бьет ключом. Вот на таком замечательном, веселом празднике мы предлагаем вам побывать вместе с нами. Ура! Конечно, по всем правилам, 45 лет это не юбилей. Но когда очень хочется, то цифра 45 выглядит как юбилей. И мы решили, что это юбилей. Вы знаете, в московском здравоохранении остался один детский лагерь «Восток-2». Больше нет. Так что и работники этого лагеря, и отдыхающая здесь молодежь могут гордиться, поскольку они как бы в единственном числе, единственные в московском здравоохранении в Москве. За эти... Которые позволяют здесь пребывать молодежи, очень слух был главным врачом, и который очень много сил отдал. Особенно тяжело это стало теперь. Но тем не менее открываем лагерь. И каждый год здесь отдыхает молодежь от самых маленьких. Вот видите как? Была пионерка, а теперь начальник лагеря. То общение, которое у вас есть, этого заменить ничем нельзя в жизни. Ни книжками, ни телевизорами. Поздравляем с юбилеем, желаем вам здоровья, желаем вам больших успехов в жизни, и хотим видеть на следующий год этот лагерь действующим, а вас в качестве отдыхающих. Ура! Сейчас я предоставляю слово. ...вклад. И в строительство, и в благоустройство. Я вам скажу, что это необычный человек. Праздникам я хочу пожелать Антонине Васильевне еще долго-долго оставаться на той должности, которой она сейчас занимает, и продолжать проявлять, и помним вас, когда вы к нам приезжали. Ну, мне очень приятно, честно вам скажу, когда все дело прошедшее. Я хочу сегодня пожелать вам всем счастья, здоровья. Юному поколению достичь всех отношений, и в жизни, и в работе, и в искусстве. Спасибо. Я предоставляю слово Косико. Дорогие друзья, есть маленькая точка нашего фонда. Сегодня мы вас все поздравляем с праздником. Хочется пожелать, чтобы этот праздник продолжал. Спасибо. Спасибо. Сейчас я предоставляю почетные грамоты за большой вклад в дело создания условий для укрепления здоровья и духовного основания. Спасибо коллективу, который... Разрешите преподнести часть нашего подарка. Ну, члены профсоюза, члены профсоюза, которыми являются ваши родители, стараются каждый год материально тоже... Что я вас вижу и что наше здоровье существует до сих пор, несмотря ни на какие-то рублицы. Я желаю вам всех самых больших успехов. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие ребята, дорогие хозяева, спонсоры, попечители этого прекрасного, немножко старомодного, но зато по-домашнему теплого, оздоровительного детского лагеря. Разрешите в день 45-летия, со дня его открытия, поздравить вас с этим праздником. Пожелать всем ребятам хорошо учиться, быть здоровыми. Субтитры создавал DimaTorzok Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok